И что? А вот и первая госзакупка на сегодня. Управ делами главы правительства Чеченской Республики Одесса Байсултанова покупает сувениры. Для чего? Непонятно. Но сумма достаточно впечатляющая. 5 миллионов рублей. Но прежде чем говорить о содержании, нельзя не обратить внимание на форму этого заказа. В документации, которая всегда пишется по строгому шаблону, на этот раз обнаружились некоторые неточности и лирические отступления. Ну, например, ни с того ни с сего в середине документа выясняется, что это заказ совсем не на сувениры, а на покупку кондиционеров. Но еще один момент. Внизу заказа появляется чей-то мобильный контактный телефон. Я позвонила по этому номеру, оказалось, что это телефон владельцев двух фирм, которые готовы поставить в правительство Чечни эти сувениры хоть сейчас. Причем хозяин фирм отметил, что цена абсолютно не завышенная. 5 миллионов – это нормально, просто сувениры очень сложные и местами с позолотой. Хотя в технической документации про позолоту ничего не сказано. Что же нужно чеченскому правительству? Чиновники заказывают 100 статуэток горянки и 150 фарфоровых джигитов. Кроме того, им нужен сувенир в виде футбольного мяча с символикой чеченской футбольной команды «Терек». Он должен быть сделан из минерального стекла и стоять на мраморной подножке. Но по сравнению со следующим сувениром, эти сувениры стоят просто копейки. Ну, скажем, мяч стоит 7 тысяч рублей, а джигит с горянкой – по 9 тысяч. Это значит, что каждый комплект тянет где-то на миллион. А самый дорогой сувенир – это мечеть сердца Чечни. Он должен быть выполнен из натурального хрусталя по образцу оригинала. А оригинал находится в самом центре Грозного. Он был построен в 2008 году на проспекте Путина. В былые времена этот проспект назывался «Проспект Победы». Это грандиозное строение занимает площадь в 5 тысяч квадратных метров и включает в себя 62 минарета. Внутри храма находится даже своя теле- и фотостудия, а интерьер обильно декорирован белым мрамором, который специально добывают где-то на острове в Мраморном море. За каждый такой сувенир чеченское правительство готово заплатить 30 тысяч рублей. Оставим дальше эту тему без комментариев, просто вспомним, что представляет из себя чеченский бюджет. Бюджет Чечни в этом году составит 67,5 миллиардов рублей. Из них лишь 11 миллиардов – это налоговые и неналоговые средства, собранные на территории самой республики. Остальные – это различные трансферты из федерального бюджета. Дефицит бюджета составляет 708 миллионов рублей. Чечня много лет подряд держит лидерство по количеству безработных. По данным Минэкономразвития, без работы сидят более 40% чеченцев. По данным аналитиков, стоимость услуг ЖКХ в Чечне за пять лет выросла максимально по сравнению с другими регионами, превысив в 10 раз уровень инфляции. В прошлом году чеченские чиновники отправили в правительство программу развития Северного Кавказа до 2025 года, в которой рассчитывают на выделение с федерального бюджета 500 миллиардов рублей.